Как-то так получается, что воспитание детей самый сложный, ну и уж точно самый спорный момент это тема предоставления детям права самостоятельно принимать решения С одной стороны, вроде бы мы понимаем, что делать это необходимо иначе как они научатся а с другой стороны, непонятно где и как и получается очень непоследовательно, как правило что создает огромные проблемы, естественно, у самого ребенка с непониманием границ своих возможностей и невозможностью, собственно, тренироваться в принятии этих самых решений мы понимаем, что принимать решения может тот, кто несет ответственность за них и вот тут, наверное, и возникает сложность с определением того где же ребенок может нести ответственность на самом деле есть где и, в общем, понимая это, проблема отпадает, в общем, сама собой и все достаточно логично а дело в том, что когда человек рождается его мозг, его неокортекс, кора его мозга очень-очень пластична ну, по сути, это просто набор нейронов, которые никак еще между собой не связаны ну, как такой пластилин и в последующем эти нейроны связываются между собой формируя нейронные сети, связи ну, и мы получаем какого-то человека но изначально это все еще не сформировано и формируются по определенной схеме так вот, эти схемы давно, конечно, люди пытались определить и давно об этом думали и есть разные подходы к определению периодов формирования ребенка и его возможности нести ответственность и принимать самостоятельные решения ну, например, в русской славянской традиции есть такие понятия, как детство, отрочество, юность наверное, все это помнят да, и есть идея о 10 тысячах дней необходимых человеку для взросления ну, считалось, что, главным образом, мужчина только через 10 тысяч дней становится готов к тому, чтобы нести ответственность за семью создавать свою собственную семью и нести за нее ответственность ну, в Китае другая система созданная из 12-летних циклов как-то у них модно на основе системы пяти элементов УСИН там периоды по 12 лет и считается, что первые три периода предназначены для развития человека первые 12 лет стихия дерева человек формирует связь со своим телом а следующие 12 лет, это 12-24 формирует связь со своей эмоциональной составляющей и третий период 12-летний это ментальное созревание и связь со своим сознанием, уже умом поэтому с точки зрения китайской системы мы даже не через 10 тысяч дней которые примерно 27-28 лет а даже 36 лет такое полное совершеннолетие человека когда мы можем говорить о том, что человек действительно созрел ну и тут и 18 лет как-то коррелирует что половина 36 в западной традиции в последнее время принято говорить о трехлетних циклах ну и кризисы возрастные ребенка во многом с этим связаны поэтому если все это объединить и подвести так к общему знаменателю то мы увидим прямую связь и аналогию с той же ясной суток с мистической системой которая отражает движение Солнца по небосводу основанной на 12 знаках Зодиака или скорее 12 знаков Зодиака связанной с этой системой в общем все связано со всем и так же как Солнце рождается в точке рассвета в Овне, если перекладывать на Зодиак то в этой же точке рождается и человек и идет своим чередом развиваясь так вот если мы 36 лет положим на 12 знаков Зодиака на 12 периодов то получится что каждый период по 3 года и если мы вспомним советскую систему образования, воспитания то тоже увидим очевидно эти трехлетние циклы что 3 года это еще считается совсем маленький ребенок, младенец с 3 до 6 лет это детский сад потом на какую-то школу 6-9 лет первые 3 класса это начальная школа потом 3 года средние классы, старшие классы ну и так далее и вот до 18 лет мы увидим как это все соотносится наверное не просто так мы сейчас не про мистику, про детей но очень похоже на то, что люди, которые эту систему создавали, понимали что делает успехи советской традиции образователей невозможно принизить так вот что же за трехлетние циклы первые 3 года жизни мы вообще не вполне можем говорить о том, что человек есть это может быть так жестко сказано но по сути мы имеем дело еще с животным это еще животное начало в человеке первые 3 года когда ребенок только-только учится взаимодействовать с самим собой вообще понимать что такое он есть и где он начинается где он заканчивается он не понимает даже своих физических потребностей он не понимает когда он голоден он не понимает, когда ему холодно когда ему жарко ну и естественно, в этот момент рядом должна быть мать и отец которые за этим следят а по сути решая за самого ребенка чего ему хочется а чему ему не хочется что ему нужно что ему не нужно и если мы посмотрим в животном мире то мы увидим что многие многие высшие животные в этот период обгоняют человека в своем развитии то есть трехлетняя породистая собака на самом деле значительно умнее чем трехлетний человек ну и не только собаки шимпанзе проявляют такие свойства и еще некоторые животные что касается годовалого то ну прямо многие да что такое годовалый человек и что такое годовалая практически любое животное потому что ну вот так много времени нужно человеку чтобы как-то хотя бы нащупать связь со своим собственным физическим телом и со своим животным началом и не установив этой связи наверное дальше двигаться было бы невозможно и в этот период говорить о какой-то ответственности ну конечно же невозможно человек 1000 человека вообще-то нет и отвечать он ни за что не может конечно же и принимать решение конечно же тоже не может период абсолютно все решения за него принимают ближайшие взрослые которые рядом с ним оказались и в общем-то даже разговоры о том что там нужно уважать младенца ну в общем-то такие некорректные потому что само понятие уважения предполагает право предоставление права предпринимать решение и уважение этого права поэтому младенец младенец не может этого делать и можно быть жестко не звучало уважать там пока еще некого и вопрос к личности и нее нет вообще она только только начинается а вот спустя три года вообще-то должен бы ребенок уже понимать что такое он есть он должен понимать свои желания свои возможности и начиная уже с 4-5 лет его физическое тело становится зоной его личной ответственности поэтому если двухлетний ребенок ну не знает хочет он есть или нет его иногда нужно и заставить то скажем с 4-5 летним ребенком он должен был уже эти решения принимать самостоятельно и если мы как родители ставим целью формирование зрелой личности которая способна эти решения принимать и хотим как-то постепенно это способность ребенке развивать вот начиная уже с четвертого года жизни мы должны делегировать ребенку эту ответственность но имея в виду что у него было три года чтобы научиться это понимать чего он хочет и чего он не хочет да и поэтому если 4-5 летний ребенок говорит что он не хочет есть мы должны был уважать это решение и хорошо не хочешь не надо поешь когда захочешь ну опять же понимая что это не должно угрожать его здоровье да потому что здоровье пока еще является зоной нашей ответственности здоровья ребенка за собственное здоровье он сможет отвечать очень нескоро кому до этого еще дойдем 18 годам на самом деле только поэтому поэтому если вопрос встает встает о здоровье тем более жизни то конечно мы должны вмешаться но во всех прочих случаях то у ребенок уже способен нести эту ответственность и мы как родители должны бы помочь ему в этом дав эту ответственность и уважаем его право принимать решение уже начиная с трех лет следующий трехлетний период это на детский сад ребенок попадает на детскую площадку начинает взаимодействовать с другими детьми и этот период его осваивание материальных предметов игрушек главным образом для него в этот период еще эти три года необходимы ребенку чтобы понять что такое мое что такое чужое что чужое просто так брать нельзя ну и свое отдавать не следует по крайней мере за просто так учиться как-то взаимодействовать учиться обмениваться учиться волшебным словам спасибо и пожалуйста которые собственно и указывают на чужое вот 36 лет этот тот период когда идет проработка этого аспекта важнейшего аспекта жизни всех людей взрослых конечно тоже и и соответственно после 6 лет уже когда начальная школа уже эта часть тоже должна бы становиться зоной личной ответственности ребенка ну как например порядок в его игрушках он должен за это уже отвечать но если этот период формировался правильно да если мы осознанные родители и мы помогали ребенку формировать эту ответственность привели ему чувство собственности и он понимает что это действительно его а раз его то нужно за это отвечать следить там за порядком за работоспособностью этих предметов если все это сформировалось то ну вот после шести лет ребенок уже в состоянии отвечать за это за за те предметы которыми он владеет и распоряжаться ими так как ему заблагорассудиться то есть если он к свою игрушку решит кому-то подарить это его личное право и родители должны бы в этом смысле где-то аккуратно даже подчеркнуть обратив внимание на то что да это его игрушка у него есть полное право распоряжаться ею так как он захочет но будь добр потом не предъявляем нам претензии потому что мы за это не отвечаем ты сам принимаешь это решение и ты несешь за него ответственность чтобы ребенок тоже это прочувствовал это важно следующий период следующий период что 6 лет что происходит человек идет школу идет школу и освоив уже владение материальным там без этого невозможно пойти школу нужно понимать что это мой портфель это мой учебник это моя ручка я несу ответственность за эти предметы это же важно и без этого невозможно учиться адекватно освоив это он идет школу и следующий аспект который он осознает это это знание то что знать самому это хорошо он учится учиться на и очень важны первые три года учебы и очень важно важно контакт с первой учительницей и очень важно им в этом смысле помочь это стимулировать чтобы к девяти годам понятно плюс-минус эти границы условные некоторые дети быстрее развиваются некоторые медленнее но последовательность всегда одна и та же это заложено физиологически и эволюционно так вот по 9 10 годам ребенок должен бы сам прийти к пониманию что знать самому это очень хорошо это ведь удобно можно не приставать к родителям не задавать вопросы книгу и прочитать вот можно иметь уже какие-то секреты какие-то свои собственные знания можно где-то что проявить себя через это точно много в этом всего положительного что ребенок должен бы понять и соответственно тогда у него не будет проблем с учебой и я думаю все родители уже старшеклассников частенько говорят о том что вот не за не заложили фундамент учебы в начальной школе и поэтому возникает множество проблем в последующем это правда действительно так потому что на каждом периоду каждого периода своя функция в этот в этот период как бы ну что называется земля земля плодородна именно для определенной сферы жизни потом это тоже можно все прорабатывать конечно и необходимо и порой даже во взрослом возрасте приходится это делать но в нужное время все проходит гораздо проще гораздо эффективнее ну и легко и просто и важно это понимать и если мы уже стоим на пути осознанного родительства где-то стимулировать и по крайней мере не мешать понимая что в этот период для ребенка это самое главное да и как например часто делают ошибку заставляя детей учиться во второй период там 36 лет некоторые родители но любят этим похвастаться что вот мой ребенок там ребенку 45 лет а он уже там читать и считать и несколько иностранных языков вот это не неправильно это неправильно потому что мы сбиваем сбиваем ритмы и потом это все аукнется это не значит что ребенок не может учиться в период если ему хочется да но нельзя это продавливать и уж точно не в ущерб формированию навыка управления материальным то есть нужно помнить что 36 лет это научиться взаимодействие с игрушками пока еще и если учеба происходит в ущерб этой функции то в последующем но обязательно будут проблемы ну опять же природа на поспорить не поспоришь потом что 9 12 лет 9 12 лет это период это период уже формирование связей с другими людьми в том числе и с родственниками с друзьями с одноклассниками в этот период ребенок осознает что такой свои и чужие и в этот момент что появляются у них какие-то группы какие-то тусовки какие-то компании школьные которые как-то как-то взаимодействует друг с другом и опять же важно понимать что сейчас это для него важнее всего и и да возможно где-то даже в ущерб учебе но если если третий период начальная школа прошло прошел правильно и ребенку понравилось учиться он научился получать удовольствие от приобретения знаний то следующий период тоже не будет так уж сильно в ущерб учебе потому что ему учиться тоже должно бы нравиться но в этот период все-таки важнее для него будет учиться взаимодействовать с другими людьми и только сейчас он понимает что такое свои люди что такое чужие что с чужими ходить нельзя и так далее вот 9 12 лет в этот период и соответственно к 12 годам опять же плюс-минус 12 12 годам его и его учеба и его компании с которыми он общается тоже должна бы становиться зоной его ответственности и он сам принимает решение с кем ему общаться с кем не общаться мы можем понятно где-то на это на это влиять но мы не можем это напрямую контролировать видно если мы хотим чтобы ребенок развивался гармонично и последовательно да нам когда кое-где и кое-когда нам не нравится с кем ребенок но мы должны относиться с уважением это самое главное уважать право нашего ребенка принимать собственные решения то есть получается подростковому возрасту ребенок уже отвечает за потребности своего собственного тела отвечает за свои на свою не пущу небольшое но все-таки имущество отвечает за учебу и отвечает за тех людей которых он считает своим своей компанией следующий период это у нас уже получается 12 15 подростковый период это все что связано с проявлением себя через творчество через искусство через музыку собственно что что и происходит в подростковом возрасте на и они с головой окунаются различные увлечения вот сейчас это для них самое главное и соответственно к 15 годам это это этот период проходит мы все да вот они сейчас рядом тут как раз таки танцует к 15 годам этот период проходит и родители вздыхают облегченно потому что ну потому что наступает следующий период а следующий период ну один из важнейших также это осознание своего здоровья своей ответственности за здоровье 15-18 лет старшая школа это то время только в это время у ребенка появляется понимание взаимосвязи своих действий своего здоровья кто-то причинно-следственная связь и в этот только в этот период на самом деле ребенок понимать что нужно тепло одеваться что нужно шарф заматывать что нужно чистить зубы и не потому что заставляют и не потому что так принято а потому что действительно от этого зависит здоровьем моим зубов данном случае вот только-только в этот период ну и вот по 17 лет вот она совершеннолетие когда мы получаем уже человека который в общем-то способен нести ответственность ну за все основные сферы своей жизни потом уже начинаются другие а потом уже начинаются другие которые уже больше связаны с подсознанием с теневой стороной да и кто-то кто помнит ясну суток это вот уже мы приходим к точке заката солнце прячется за горизонт взросление и созревание уходит в область в область тени в область подсознания где уже формируются отношения с противоположным полом с делом жизни с помощью другим и так далее но тоже другая тема это уже все таки все таки не про воспитание идти и на самом деле а вот эти ночные теневые сферы но мы не очень-то можем контролировать но последовательное и качественное формирование вот этих сфер дневных про которые мы сейчас говорили по большому счету гарантирует то что и теневые будут формироваться правильно тоже кто помнит ясну помните как противоположные лучи связанных как они питают друг друга связки на поэтому если дневные сферы сформировались то ночные автоматически будут формироваться как положено и соответственно если какая-то из дневных сфер не сформировалась по какой-то причине кто обязательно возникает проблема их противоположной так уж не так уже строены в мире поэтому вот примерно таким образом и происходит происходит формирование человека ребенка и таким образом происходит ступеньки по ступенькам поднимается ребенок в своих возможностях принимать решение и нести ответственность за свою собственную жизнь за что мы должны нести ответственность собственно как так же как и взрослые так и дети нести ответственность за свою личную территорию за то что зависит только от нас и то что полностью в наших руках и вот таким образом понимая эти периоды мы можем мы можем ну во-первых понимать что что в возможностях ребенка что он уже способен унести на своих хрупких плечах ну и таким же образом можем постепенно делегировать ему все больше и больше ответственности права принимать решения проявляя к нему уважение именно там где это необходимо и где он может это уважение унести не нагружая его сразу вот непосильные ноши ну такие дела и и